Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.07 на часах в Кирове. Мы начинаем программу «Особое мнение». Меня зовут Оксана Ковтуненко. Наш сегодняшний гость Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Оксана. Спасибо, что в очередной раз мы вместе с вами на «Эхо Москвы». Надеюсь, что я не слишком надоел уже слушателям. Постараюсь быть коротким, ясным и честно. Раз зовем, значит, не надоел. Ну да. А мы зовем. Спасибо. Хочу напомнить нашим слушателям, что услышать нас можно на 101FM и увидеть на сайте eho.kiro.ru. Сейчас идет онлайн-трансляция. Дмитрий Михайлович только что очень записывал страстно, я бы даже сказала, на листок бумаги. Это, я думаю, рассуждение к сегодняшнему эфиру. Ну да. То, что вы мне сейчас буквально за две минуты сказали, какие вопросы, я постарался максимально приблизить их к реальным вещам, чтобы слушатели поняли, что мы имеем в виду и для чего мы вообще об этом говорим. Я хочу сказать, что Дмитрию Михайловичу можно даже не предупреждать о темах, он готов говорить на любую. А начать хочу со сложной, но обсуждаемой, что меня лично радует тем, это проверка нашего победилова. Победилова. Согласно выводам контрольно-счетной палаты, в 2010 году затраты аэропорта превышали доходы от основных видов деятельности чуть более чем в полтора раза, в 2011 в два раза и за полгода текущего, 2012, уже в три с половиной раза. Инициирована проверка была по просьбам депутатов. Да, в связи с приездом нас, по-моему, мы в июне были или в мае в Кирофавия, посмотрели все своими глазами, увидели и пришли к общему мнению, все депутаты, все члены комитета ЖКХ и по транспорту, и дорожному транспорту, о том, что все-таки, наверное, для более ясности и чтобы не содрогать воздух, предложили контрольно-счетной палате в третьем квартале проверить Кирофавию. Теперь на руках есть цифры, их можно трактовать по-разному, контрольно-счетная палата их просто представила как факты, и вчера на комитете в том числе уже детально этот вопрос обсуждался. Мне интересно, насколько значительна сумма, которую правительство области субсидирует в этот объект, как говорят, стратегически и очень важная. Это мы, думаю, спорить по этому поводу не будем. Фигурируют две цифры, да? 500 миллионов – это общая, так сказать, сумма, которая поступала в бюджет компании, и оцениваются как раз за определенные годы деятельности дохода и расхода предприятия. Да, ну вот у всех, конечно, совершенно разные цифры. Значит, я попытаюсь доказать ту цифру, которую как бы у меня в голове откладывается, потому что я сейчас почитал интернет, тоже очень много споров по этому вопросу, и я хотел бы там объяснить, я думаю, что часть людей, которые слушают сейчас их, они сидят в интернете, они все спрашивают, ну не все, небольшая часть, откуда русских взял 500 тысяч. 500 миллионов. 500 миллионов, да. Значит, тогда по порядку, значит, 165 миллионов рублей было выдано предприятию в 2010 году на пополнение уставного капитала. Значит, также была проведена субсидия областным бюджетом в 2011 году в размере 159 миллионов рублей. Значит, на сегодняшний день, в 2012 году, Кировавиа взял несколько кредитов вятка банки, и сумма этих кредитов, в общем-то, сегодня составляет около 130 миллионов рублей. Я не считаю там проценты за выдачу и все прочее. Значит, при всем при этом у них еще имеется кредиторская задолженность перед различными поставщиками и выполненными работами, которые они не оплатили. Суды, да, как говорят? Ну, там не суды, там какие-то велись ремонтные работы, там поставщики были топлива, там авиационного, ну, там целый список примерно пунктов 4-5, то сумма составляет 42 миллиона. То вот если мы все это как бы сложим, то получим результат. Как раз он и получается около 500 миллионов рублей при сегодняшней ситуации, когда на счетах предприятия всего 114 тысяч. Гашение кредита первого 30 миллионов рублей должно произойти 29 октября этого года. А 100 миллионов, по-моему, 28 декабря тоже этого года. Возникает логичный вопрос сейчас, что вот с этой арифметикой, с этими суммами делать? Я их записала сейчас, да, к себе. Действительно, да, получается немаленькая сумма. Ну, как раз получается 500 миллионов, которые реально за этот период времени прошли через Кировавиа. И не вышли, получается, да? И фактически не вышли в том эффекте, который, в принципе, ожидал, в общем-то, в первую очередь, как человек летающий и я. Значит, по крайней мере, я считал, что за эти деньги можно было сделать хороший косметический ремонт всего аэровокзала нашего, чтобы не стыдно было туда приходить и входить. Значит, плюс многие сегодня слушатели считают и в интернете, что... Я также считаю, что движение самолетов придает какой-то, там, какой-то экономический и, там, культурный интерес к области и городу, потому что, на самом деле, многие инвесторы, там, в лице иностранцев, ну, привыкли летать самолетами, никуда от этого не денешься, да? Это удобно. Это удобно, да, это быстро. Слава богу, спасибо кировчанам, они начали более активно летать, и мы стали, с точки зрения, там, коммерции, интересны, там, допустим, ЮТР-сервису, да? Вот эта компания, которая летает, она даже нам предоставила современный самолет, ну, по сравнению с Ан-24, АТР-72 и 42, да? Ну, бомбардии сейчас еще летают иногда. Ну, бомбардии еще не летают, но, да, иногда попадают так, что на рейсах. То, в общем-то, как бы, общими усилиями, в первую очередь, нашими пассажирами, кировчанами, которые, на самом деле, понимая, что самолетам удобнее, чем поездам, и немножко даже дешевле получается. Ну, если брать купе, если брать купе, там, да, да, значит, то, с этой точки зрения, там, сложно не согласиться, что аэропорт городу Киров и Кировской области очень нужен. Но при всем при этом, получается, что когда мы сегодня заходим в аэропорт, то для меня там вопрос, а где 500 миллионов, да? Там можно много что говорить, что ушли на зарплаты, ушли там на налоги, это все здорово, но из этой суммы можно было бы хотя бы привести в человеческий современный вид наш аэропорт. Мы не требовали, допустим, чтобы это был какой-то суперсовременный, да, там, как Шереметьево, там, 3 или 2, но хороший региональный аэропорт с красивым там входом, с удобными, там, сидениями, с нормальными туалетами и все прочее. К сожалению, мы это ничего не увидели. Сумма, которая была выделена, я считаю, что предостаточно была, и можно было начать именно какой-то плановый и эффективный формат расходования денежных средств. На мой взгляд, сегодня деньги потрачены неэффективно, какая-то безалаберность, непрофессионализм везде чувствуется. Ну, по системе, что деньги не мои, и никто их не считал. Но это вопрос к руководству? Это, в первую очередь, и к руководству, и к совету директоров, потому что все сделки, которые проходили, а сейчас я начну их все рассказывать, то слушатели, как бы, это очень много времени займет, и они будут с каждой минутой все сильнее понимать, что на самом деле деньги ушли не туда. То все сделки, в общем-то, проходили через совет директоров, который все это одобрял. Насколько я помню, как раз, когда приглашали депутата законодательного собрания, руководство аэропорта на, так сказать, выездное заседание, на выездную встречу, некий план развития был представлен? Ну, сложно назвать этот план развития, это план о намерении каком-то, да. При всем при этом, никогда за все эти два года мы не увидели бюджет предприятия, когда в рамках бюджета, допустим, они говорят, что да, сегодня без господдержки нельзя развивать там Кирофавия, да. Потому что, фактически, сегодня сама служба перевозки, вот то, что было раньше, до 2009 года, она полностью разогнана, она не функционирует, то, в принципе, сегодня у Кирофавия доходов нет никаких. Но при всем при этом можно было, как бы, дать внятный и понятный бюджет государственной поддержки, как они называют ее, ну, и идти в рамках его. То, в принципе, деньги должны были целостно и целевым способом рассчитаны, допустим, по всему, там, зарплата, налоги, ремонт здания и общий бюджет на целый год. К сожалению, такого никогда не было, и вот к чему это и привело. В моем понимании, сегодня ситуация по Кирофавии находится в предбанкротном состоянии. Если сегодня вариантов нет только за счет областного бюджета снова гасить все кредиты Вяткобанку, значит, это снова выделять в пределах, там, 150-200 миллионов рублей, значит, тогда Кирофавия будет находиться сегодня в собственности Вяткобанка. — И если, допустим, такая не совсем приятная ситуация произойдет, то что? Как отразиться, допустим, на тех, кто пользуется услугами аэропорта? Вот если так заглянуть? — Я бы не хотел, конечно, чтобы это произошло, но на сегодняшний день уже есть там проблема в плане того, что я не понимаю сейчас, как будет происходить дальнейшая операционная деятельность предприятия, потому что есть люди, которые работают, которые должны получать зарплату, значит, есть закупка и обеспечение безопасности полетов, при всем при этом, как бы денег нет вообще. — Значит, в поправке, которую мы принимаем завтра в Октябрьской, ну, изменение бюджета Кировской области, эта помощь не прописана, ее нигде нет. То в лучшем случае... — То есть ее не предполагается, да? — Да. Мы понимаем, что это может быть в декабре, если будут доходы, значит, у областного бюджета. Но еще стройнее то, что в 2013 году в бюджете, который мы тоже завтра принимаем в первом сечении, Кирофавия вообще нигде не присутствует. То я вообще не понимаю, в каком-то мы находимся пространстве. Непонимание не только я, я так думаю, что и совет директоров, и руководство Кирофавия тоже не понимают, что делать. — А я правильно сейчас понимаю, что мы говорим о том, что пока финансирование не предвидится, но тем не менее, если оно предвидится, то это же будут просто деньги падать в никуда. Потому что на погашение существующих сейчас кредитов нужны значительно большие суммы, тем более процентные ставки. — Я думаю, что однозначно изменится процентная ставка, потому что Кирофавия не выполнит условия 29-го числа, то будут пролонгаться этих сумм. То, конечно, это потребует дополнительные, ну и при всем при этом за октябрь мы должны заплатить людям зарплату, которые там работают. Значит, не все же... — К ним претензий нет, они работают. — Да, к ним нет, да. Они работают там, значит, плюс ноябрь тоже они будут работать, потому что самолеты должны летать. И точно так же получается и декабрь. Ситуация, на самом деле, заведена в тупиковую ситуацию. Я считаю, что так как Кирофавия является стопроцентным предприятием государственным и принадлежит правительству Кировской области, я считаю, что это не только неэффективное использование денежных средств, но это вообще какое-то неэффективное руководство и со стороны департамента, и неконтроль той ситуации, которая сегодня сложилась. — Давайте еще зарплатный фонд обсудим. То есть одну из причин неэффективного использования вот этих средств относит распределение зарплатного фонда. И вот как раз в комментариях под различными статьями уже появились мнения о том, что на самом деле, в том числе и контрольные счетные палаты, цифры несколько нереальные представлены. То есть на самом деле там средние зарплаты по штату Победилова вообще даже ниже. То есть говорить об обеспечивающем персонале. — Я не понимаю, но они взяли, насколько я понял и прочитал, допустим, зарплаты составляли от 43 до 50% вообще от сумм. Уходило из доходной части все в сторону зарплат. При всем при этом взята средняя зарплата среднего персонала, она 16 тысяч состояла, и руководящего составила 40 тысяч. Ну, вы прекрасно понимаете, что контрольно-счетная палата работала с документами. Вот как декларировали документы руководства Керафави, вот так они и писали, и считали. Я не исключаю, я тоже слышал, что люди столько не получают. Ну, я и думаю, что и руководящий состав 40 тысяч не получает, он гораздо больше получает. То тут как бы все опять относится к тому, что насколько прозрачный и честный был вообще бухгалтерский отчет, и вообще все документы, и вообще все договора, которые там представлялись. — Они должны были прозрачны, потому что отчет-то все-таки идет в правительство области. — Ну, вот да, и отчетно-балансовая документация, она тоже немножко не соответствует, допустим, с этой же контрольно-счетной палатой. И вообще, если взять одно и то же, допустим, в трех документах все совершенно разное. Ну, там очень много вопросов. — Варианты решений. Депутаты предлагают сделать что-то с руководящим составом Победилова. Не что-то поменять, либо убрать, либо какие варианты? — Также в интернете, Оксана, наверное, тоже считала, там многие пишут, что русских может критиковать, сам бы стал директором. Но вот, извините, вопрос так не стоит, потому что я на все это смотрю, как депутат законодательного собрания. Так как функции, и это подтвердил губернатор вообще, касающиеся контроля расходов областного бюджета, как раз лежит на депутатах. Мы должны контролировать. — Потому что вы этот бюджет утверждаете, рассматриваете. — Да, мы это утверждаем, мы это должны. И если меня люди избрали, и они меня считают своим представителем, и я должен представлять их интересы, а бюджет Кировской области — это бюджет избирателей Кировской области и города Кирова в том числе, то я, конечно, буду на стороне избирателей. И для меня очень важно, чтобы все было максимально честно и прозрачно. Если вопрос стоит второй, смогу ли я что-то исправить как генеральный директор, ну там откровенно говорю, что если такая нужда заставится, я, конечно, это смогу сделать, но у нас на территории живет миллион четыреста населения, у нас очень много людей, которые могли бы профессионально этим заняться и все сделать. Вчера на этот вопрос было отвечено, что у нас в Кировской области со стороны Широчкова сказано, что кадровый голод, никого нет, управлять неком, из этого приехал вот такой товарищ и, в общем-то, хоть что-то сделал. Ну, хоть что-то, я не считаю, что он что-то сделал. Я считаю, что наша территория самодостаточная, у нас есть люди, которые могут этим вопросом заниматься и быть руководителями Киров, Авиа, и первыми замами, и директорами заводов, ну что хотите. Потому что я уверен, что такие люди на территории есть. А я выполняю свои функции депутатов. А если бы предложили? Ну, если бы мне предложили, я бы тогда уже сам бы и решил, как это вписываться в мою основную деятельность, потому что я тоже работаю и руковожу предприятием. И в том числе, насколько я был бы эффективен в плане того, что там все равно нужен подход такой технический. У меня еще вопрос. А как вы считаете, вот те цифры, которые обнародовала контрольно-счетная палата, могли они в некоторой степени шокировать наших обычных кировчан, а особенно тех, кто не летал нашими самолетами? Потому что ведь я к чему, да, насколько значительны эти суммы? Они все-таки огромные. Я думаю, что если кто-то внимательно читал и кто-то думал, я вам хочу сказать, что при сегодня скудности нашего бюджета и дефиците в большом, и эта тенденция начинает в 2013 году еще более сильно увеличиваться, то сегодня эффективность и взвешенность вообще расходований народных денег, а я считаю областной бюджет это народные деньги, да, она должна быть до такой степени сосчитана до мелочей и без различных экспериментов, как у нас в последние годы происходит, да, значит, то, конечно, это сумма шокирующая, потому что мы четко с вами должны понимать, что мы могли бы эти 500 миллионов, допустим, потратить там на образование или на здравоохранение, да, мы могли бы потратить на ремонт дорог, мы могли бы помочь там инвалидам, но спектр вообще куда вложить денег очень большой, потому что нас везде не хватает. Значит, мы сегодня приняли решение, в первую очередь и правительство, и депутаты, когда эти деньги выделяли, о том, что, наверное, для удобства и для комфортности аэропорт все равно городу Кирову нужен и Кировской области, но, конечно, даже меня эти цифры шокировали. Я примерно понимаю, сколько можно было потратить денежных средств на того, чтобы привести его в порядок, чтобы организовать какой-то процесс безопасности полетов и все прочее. Мы же все занимаемся бизнесом, мы же умеем считать. Такое ощущение, что руководитель, который там работал, он не умеет считать. — И это видно. — И это видно по всему. Потому что я говорю, что я не хочу сейчас обсуждать вообще то, что написала контрольно-счетная палата, но даже тот процент, под который иногда брались деньги, он вообще космический. Какие-то сделки вообще применялись те, которые нормальный руководитель просто не может применять, потому что это изначально убыточные подписанные контракты. Это совершенные сделки, которые изначально нормальному человеку просто в голову не придут. — Ладно, давайте закончим с этой сложной темой. Не хотелось бы все-таки, чтобы печальным образом закончились события. — Я надеюсь, что в Кировской области, в городе Кирове будет аэропорт, который нам очень нужен. Что он будет красивый, комфортный. И наши люди смогут не только летать в Москву, в Питер. Я надеюсь, что наши люди, как и все наши соседи, будут летать и в Турцию, и в Египет. Я хотел бы вот этого. Потому что люди не должны только пахать с утра до ночи, они должны отдыхать, чтобы было им комфортно вылетать. И на самом-то деле это все возможно, лишь бы было желание. — Понятно. От этой темы к не менее сложной и скандальной хочу перевести нашу дискуссию по ситуации на дорогах. Именно ДТП у октября после страшной аварии, унесла на жизнь трех человек, начались некоторые вроде как подвижки в нашей дорожной ситуации, а вроде как нет. Вот последнее событие именно по этому ДТП. В орган дознания представлены документы, подтверждающие, что иномарка принадлежит не Эдуарду Игнатиану, а строительной компании его отца. И это к вопросу о том, что все нарушения, которые были сняты на видеорегистраторе и жители нашего города, к нему вроде как отношений не имеют. То есть ребята, хватит гнать, парень-то хороший хотят предоставить. Так вот что вы думаете по этому поводу? Это попытка сгладить общественный резонанс или это попытка следствия привести к желаемому тем людям результату? Мне кажется, Оксана, вот такие попытки, они наоборот приводят, наоборот, еще к более агрессивной среде, в которой люди прекрасно понимают, что город очень маленький, и все видели, кто на этой машине ездил. Не ездили там никакие-то водители, как я понимаю, а ездил тот, кто на ней и ездил. И зачем в очередной раз там создавать шум и обманывать людей? Ну, очень глупо на самом деле. Да, как бы есть ситуация, да, она может быть неоднозначна. Но я свое там личное мнение говорю. Есть уже две вещи, которые он нарушил. Первое, он был пьяный, там без разницы сколько миль, да? И второе, несоблюдение скоростного режима в городе. Я уверен, что если бы машина ехала 50-60 км в час, и даже бы, если бы была виновата 11 модель, к примеру, и если бы, хотя я тоже в это не очень верю, то в данном случае не было бы таких жертв. А жертвы-то три человека, три молодых парня, которые ушли из жизни, да, у которых там вся жизнь впереди. То тут даже обсуждать этот вопрос как бы не очень приятно, потому что опять идет какое-то лукавство. И оно на самом-то деле вызвано тем, что кого-то хотят там защитить. Не надо никого защищать. Вся наша проблема в том, что мы, у нас никто не отвечает по законам одинаково. Вот пока у нас не будет законной базы, что все люди, независимо кто он, там мажор, чиновник, депутат, нарушен, получи наказание. Такое, как все. И понятно, что судебная система должна работать. К этой же теме, тесно, связана с этой историей инициатива гражданских ночных патрулей. Я вот хочу, что сказать, организаторы отмечают положительные итоги. ГИБДД также подтверждает положительные результаты этой инициативы. Цифры, мне 54 пьяных водителей, например, за последние выходные. Фоймана сама ездила в патруль, ситуацию видела. Да, есть положительные моменты, безусловно. Но, несмотря на это, организаторы в сети, в своих блогах, ругают непосредственно губернатора, депутатов, почему я сейчас с вами говорю об этой теме медийных личностей, что те в патруль не ездят. Вот как вы считаете? Вот говорят, депутаты не ездят, не хотят, там примерно цитата такая, они не хотят видеть жизни всеми любимого ночного города, какая она есть, а, видимо, они хотят видеть ее изнутри ночных заведений. Ну вот, хочу сказать там конкретно по себе, да, два те митинга, которые были у октября и которые были на площади, я на обоих участвовал, ну, по крайней мере, никак участвовал. Я пришел, как обычный гражданин, я в поддержку, я согласен, что проблема очень большая, она есть. И я эту проблему видел там не изнутри заведения, а видел, так как я езжу на машине и вечернее, в ночное время, и целыми днями, и езжу сам за рулем, то я эту проблему-то еще видел 2-3 года назад, когда у нас в городе Кирове на площади устраивали целые показы автомобилей, которые как безумные гоняли, при всем при этом кругом гуляли наши дети. Последнее время меня что порадовало, что впервые за многие годы я вечером начинаю видеть патрульные службы, ГИППД, которые стоят, дежурят, кого-то останавливают, и, по крайней мере, хоть какой-то ведут контроль. — 202 сотрудника ГИБДД за прошедшую пятницу выходные работало. — Уникальная цифра, потому что раньше я этих сотрудников видел, когда к нам приезжали какие-нибудь высокопоставленные руководства страны или начальники. — На каждом перекрестке. — На каждом перекрестке, в каждом, по-моему, даже, извините, туалете, они везде находились. Когда все уезжали, все куда-то пропадали, и город оставался в том хаосе, в котором он находился до определенного периода. Пока не случилось 2-3 большие трагедии, когда уже люди начали выходить на демонстрации, на митинги, и начали говорить какие-то вещи, те, которые власть наконец-то услышала. — Почему, как бы, нужны ли там депутаты и губернаторы? — Вопрос такой интересный. Ну, если бы, честно говорю, что если у меня будет там свободная пятница и, как бы, не сильная загружка, я обязательно один раз или два съезжу с ночным патрулем, как бы, хотя, еще раз хочу сказать, я вижу, что в городе происходит, особенно в пятницу, в субботу, после 10 часов вечера. Значит, и я не стесняюсь, как бы, звоню, как бы, в ГАИ и сообщаю номера машин, те, которые, как бы, едут. Я считаю, что это должен сделать каждый гражданин города Кирова. По одной простой причине. Это не является стукачеством. Я это называю спасением чьих-то жизней. И когда каждый гражданин, увидев превышающую скорость или пьяного водителя, сообщит в надлежащие органы и скажет номер машины, то, поверьте, вы спасете чьи-то жизни. Я бы хотел, чтобы... — И, по сути, так должны делать, вернее, так делают те, кто выходит в этот ночной патруль. То есть их в некую такую отдельную группу вот сейчас выделили. На самом деле, это у каждого гражданина возможность и даже необходимость. — Помочь, потому что завтра может, не дай бог, конечно, появится твой там внук, ребенок, сын в такой же ситуации. То я бы хотел, чтобы в нашем городе вообще вместо там каких-то рекламных баннеров висели номера именно тех телефонов, куда можно быстро и срочно сообщить о том, что происходит на улице. Тогда бы каждый гражданин города Кирова бы знал и вносил бы свою лепту. То вот с моей точки зрения, да, то, что ребята организовались, они молодцы. Они показали пример гражданской позиции о том, что если не мы, то кто. То еще раз хочу сказать, что это очень хорошо и будем надеяться, что их все станет больше. И не только в патруле, а каждый день, днем, вечером и утром любой гражданин, живущий в городе Кирове, всегда при любой ситуации будут сообщать это в соответствующие органы для того, чтобы этих людей останавливали до того, как они совершат аварию со смертельным исходом. — И мы еще подчеркнем еще раз, что это не стукачество, это гражданская позиция. — Так во всех развитых странах, в Америке точно так же так. Там нет на каждом углу полицейская, потому что, в принципе, есть камеры, которые работают. Во-вторых, есть гражданская позиция любого американца, который, в общем-то, не дай бог, даже увидит, что ты чуть превысил, он сразу сообщает, куда нужно. И тебя, даже не сомневайтесь, остановят, поймают и накажут. — И накажут. На этих приятных нотах мы сейчас идем на рекламу и вернемся. — Особое мнение на 101FM Продолжается «Особое мнение» на 101FM, и не заканчивается видеотрансляция на сайте хакирова.ру. В гостях у нас Дмитрий Русских. Обсудили мы две, даже три достаточно важные темы на сегодняшний день и вообще за последнее время. И к не менее важным хотела бы и перейти. Они все под общим названием, вот в моей голове проходят «Кто прошлое поменет, тому». Поговорку продолжать не буду, тем не менее, перейду к телам. Возобновили расследование уголовного дела в отношении начальника управления по физической культуре и спорту. Светлану Медведеву снова подозревают за события прошлых лет. Почему я говорю о том, что кто прошлое поменет. А вот Андрей Бахтин, это экс-начальник временной, он исполнял обязанности ГИБДД, с него обвинение не снято. Хотя тоже очень громко, за события тоже не последнего времени обвиняли его. Так, что, во чем его обвинили? — В покупке какой-то, по-моему, земли. — Приватизирование служебного жилья, вдавление на местных бизнесменов, строительство личных гаражей и так далее. Вот оправдали. Почему у нас сейчас все чаще поднимаются события прошлых лет и уголовные дела заводятся? — Я бы, Оксана, разделил бы два направления, потому что, к счастью или к сожалению, вообще Бахтина не знаю и не знал. Единственное, что читал, что на самом деле было возбуждено дело, когда шло назначение его уже не в исполнении обязанности начальника ГИБДДД, а уже как бы на начальника ГИБДДД. Я думаю, что там все связано, вернее всего, что с его назначением. И, наверное, кто-то из его доброжелателей все это дело организовал. У нас это, кстати, очень часто бывает, очень часто происходит, когда, а чаще это бывает всегда против, в самом деле, хороших людей, значит, и тут, наверное, именно решение кадрового вопроса, оно и привело к вот этой кляузе или там на самом деле вещам. Ну, на сегодняшний день все проверили, вроде бы вопросов нет, но уже начальником ГИБДД он уже быть не может, потому что, я так понимаю, что его вывели вообще за что-то. — На пенсию сейчас, ну как сочет. — А вот Медведева. — Медведева, значит. — Копались-копались тоже, да, возобновились снова. — И вот насчет того, что кто старая помянет, если человек любой, не конкретно Медведева, нарушил закон, когда бы это ни было, и если только сейчас это нашли, ну, моя ситуация немножко, я не понимаю, а где раньше-то все были, да, то как бы он должен по-любому быть наказан. — Значит, в данной ситуации, если есть как бы предмет преступления, то, наверное, как бы человек должен понести наказание. — Ну, на самом деле, во-первых, времени прошло много, почему раньше того этим делом не занимались и не наказали до этого, даже если мы возьмем, посмотрим года, то она могла бы не стать руководителем департамента физкультуры и спорта, да. — То можно было, как бы, вот некоторые шаги кадровые уже было предотвратить. — А сейчас работает претензий нет. — Да, а сейчас работает. — Значит, мне вообще последнее время ситуация напоминает, когда вокруг правительства Кировской области вся трава и земля горит. — Да, тут один скандал, другой скандал. И, конечно, это, я думаю, что в какой-то мере связано и с надвигающими выборами губернаторов, ну и, наверное, связано с тем, что если, как говорится, дыма без огня не бывает, то если сегодня это происходит, то, наверное, Никите Юрьевичу Белых нужно обратить большое внимание на свою команду, на своих соратников, для того, чтобы они все-таки не подводили его как губернатора, представляющий сегодня власть в нашей области, и как бы велись, а по-человечески, и не совершали те поступки, которые они чаще всего совершают. Это и касается, допустим, мы сегодня обсуждали Кировавия, это как бы тоже его компетенция, это касается агентства территориального развития Кировской области, где сейчас тоже очень бурно все это обсуждается. Плюс сегодня скандал по Медведевой, который тоже давно... Но ведь это все... Тут очень сложно, Оксан, понять вообще, откуда что дует, значит. Но дует, раз-то все разом идет, и, я говорю, события прошлых лет берутся за основу. Еще раз хочу сказать, что, ребят, если вы работаете во власти, и вы должны себя как-то все-таки за собой наблюдать, блюсти, стараться быть максимально прозрачными и честными, и не совершать ошибки, которые тут же становятся как бы предметом гласности. Потому что сегодня есть интернет, есть СМИ... Но они ведь могут стать из подачи какой-то предметом гласности. Ну, в нашей области и в нашем городе не без этого все происходит. То тут очень сложно, общая, как бы оценить ситуацию, и я думаю, что наши правоохранительные органы в данной ситуации разберутся, ведь по Бахтину разобрались, значит, может быть, и с Медведевой разберутся, если не виновна, значит, она не должна как бы быть наказана. Если виновна, значит, должны наказать, значит, но главное, чтобы вот это колесо, которое с каждым месяцем увеличивается всяких таких случаев неприятных, да, оно все-таки должно приостановиться. Потому что на самом деле уже очень стыдно и неудобно за нашу власть. Опять-таки, к этой теме. На прошлой неделе федеральные СМИ снова говорили о вятке в очень большом количестве. Возобновляется расследование по материалам нашумевшей переписки Никиты Белыха и Алексея Навального. И возобновить его просит по данным газеты ведомости, подчеркиваю, в первую очередь информация появилась там, наш спикер нашего законодательного собрания Алексей Максимович Ивонин. Обеспокоили его, опять же, события 2007 года. Он хотел, чтобы полиция проверила переписку еще раз на как раз события прошлых лет по поводу Союза правых сил, взаимодействия его и как раз Алексея Навального тогда. Я даже не хочу сейчас вникать в подробности, кто там был на каких должностях и что там могло быть. Меня интересует вообще вопрос, почему это Алексей Максимович так и беспокоило. Как вы считаете? Я прочитал, я тоже был очень сильно удивлен, зачем Алексею Максимовичу думать, куда делись 100 миллионов Союза правых сил. Мне бы казалось, что у нас есть над чем задуматься, куда у нас там делись деньги по Кироваве, куда-то еще тут делись. В принципе, ведь сегодня как бы есть бюджетные деньги, за которые отвечают депутаты ЗАГС Собрания, в том числе контролируют. А вот куда делал Союз правых сил или там, допустим, какая-нибудь там общественная организация Рога и Копыта, да? Мне до этого дела нет. Это, в принципе, там у них должно быть свой какой-то отчет. Тем более, Союз правых сил в 2007 году, видимо, его сейчас, во-первых, и нет. Во-вторых, если бы у них украли эти деньги, я думаю, что Союз правых сил должен был сам об этом позаботиться, чтобы у него их не украли. А если бы у них украли, должен был об этом сообщить. И когда представитель ЗАГС в 2012 году, член партии «Единая Россия», беспокоится о деньгах Союза правых сил, для меня это очень, на самом деле, странно. При всем при этом, я также заметил, что, как пишут СМИ, что это написал там председатель законодательного собрания Кировской области. И у меня есть там четкое понимание, что мы же вор, в общем-то, он мог написать как депутат. Но как председатель ЗАГС собрания, он от всего ЗАГС собрания не мог такие вещи писать. Или хотя бы должен был собрать депутатов и сказать, ребят, за вот такое дело украли у СПС, оппозиционной партии. Мы так переживаем за дело. Надо нам этим делом срочно заняться, потому что эти деньги очень нужны кому-то. Но я хочу сказать, что давайте лучше будем более внимательно смотреть за бюджетом Кировской области, за его расходованием. И куда вообще деньги деваются и куда уходят. У нас, к сожалению, этих случаев становится все больше и больше. То я бы хотел, чтобы депутаты ЗАГС собрания и представители ЗАГС собрания не искали черную кошку в темной комнате. У нас очень много работы. Иначе возникает вопрос, а что вы тогда сейчас делаете на данный момент по событиям, которые происходят сейчас, и почему вспоминаете прошлое? Видимо, значит, у нас все очень гладко. В данной ситуации вообще кажется, что, видимо, у нас уже так все хорошо, что можно сейчас заняться и старыми годами, и деньгами Союза правых сил. Я подчеркну, между прочим, что в разговоре с нашим корреспондентом службы новостей Алексей Максимович долго думал сначала, аудиозапись имеется, я подчеркиваю, а потом не подтвердил, что проверка инициирована. Ну, значит, получается, что федеральные СМИ ввели заблуждение читателей. И, значит, надо Алексею Максимовичу срочно написать в эти федеральные СМИ бумагу. Еще на прошлой неделе нужно было сказать, что он эти бумаги не писал, и что это выдумка. Ведь это может быть клевета. И ему дело до Союза правых сил, в общем-то, никакого нет. Ну, вот мне точно до Союза правых сил дела нет. Алексей Максимович, если вас обидели, не молчите, пишите в органы, тоже проведут расследование. Ну, я думаю, что да. Потому что тут уже больше похоже на какую-то игру, чем на реальные вещи. Ну, причем она еще игра такая в кошки-мышки, вот что-то мне напоминает ночью, тихонечко. То есть федеральные СМИ об этом написали, а вот у нас здесь местное о том, что беспокоит нашего родного, можно так сказать, спикера. Нет, то есть Алексей Максимович, если бы хотел обойти, что ли, кого-то? Я не знаю, но мне вообще казалось, что председатели законодательного собрания и губернатор должны как-то в паре работать. Потому что, по крайней мере, последние полгода, и, как я замечаю, как обычный депутат со стороны, этого контакта нет. Потому что губернатор чаще всего не присутствует на законодательных собраниях. И даже в аппарате нам говорят, что многие документы, которые мы запрашиваем у правительства, правительство не представляет по причине какого-то такого внутреннего конфликта между председателем ЗАГС и губернатором. И я считаю, что тут надо, наверное, больше над этим задуматься, потому что, в моем понимании, две эти ветви, законодательная и исполнительная власть, должны более работать слаженно, более конкретно и без всяких... Да, могут быть спорные вопросы, да, могут быть определенные разные мнения, но это не должно перерастать в конфликт, который, в общем-то, непонятно на чем основа. Да, еще тут стоит отметить, что... Я же, Оксана, сказал, что вы не забывайте, все слушатели, что у нас уже, в принципе, начались выборы губернатора, и многие сегодня уже примеряют эти костюмы, эти кресла. Я думаю, что все будет еще интереснее и веселее, и в ближайшее время будем жить очень весело и смешно. А я бы хотела пожелать нашим слушателям в этой связи не убирать фильтры, да, по информации никуда, оценивать информацию правильно, взвешивать, и не делать неправильных выводов все-таки. Хотелось бы. Игры могут быть разными. Ну, я думаю, что наши слушатели и вообще жители Кировской области уже люди все научены. Привыкшие. Привыкшие. Выборов тут много было. У каждого есть свое мнение, у каждого есть своя точка зрения, и, в общем-то, каждый разберется и сделает правильные выводы из любой информации, что касается одного, что касается другого. Дмитрий Михайлович, спасибо огромное. Как всегда, было приятно с вами общаться. Да, мне тоже было приятно с вами общаться. Мы прощаемся. Спасибо. Особое мнение на 101FM